Говорят, что талантливый человек талантлив во всем, а таких людей в нашем районе немало. Мы неоднократно вам рассказывали о работниках вот этого замечательного Дома культуры, который находится в селе Натырбово. Сегодня мы встретимся с еще одним талантливым человеком Виктором Павлонским. Виктор, вот расскажите, как вы пришли к тому, чтобы заниматься музыкой? С детства занимались. Семья музыкальная была. А кто именно? Все. У нас все семьи играли. Отец на баяне, на балайке, на гитаре играл. Мама на балайке играла. Брат тоже на гитаре играет. Сестра вообще закончила опернопериться в Москве. С Станиславского номера еще дальше, как я так. Она там работала. Сейчас на пенсии. Ну и я так у всех по чуть-чуть и помельчился. А со скольки лет вы начали заниматься музыкой? Да, я себя помню с детства самым. Да? Да. Дома все играют и ты что-то берешь тоже очень сильно. Я слухаю. У вас в музыкальную школу кто-то привел или вы дома просто занимались? Нет. Ходил я музыкан. Когда в школе уже учился, у нас группа была здесь. Я ансамбль когда играл, на танцах играли они. Вот. Я тоже ходил туда. Занимался на юнике там играл. А семья как отнеслась к вашему выбору, что вы тоже решили пойти? Да, уже деваться. По их столбам? Да. Это нормально. У нас все играют как-то. Семья играет. Все играют. А здесь, в Доме культуры, как давно вы работаете? Уже 15 лет. У всех бывает первое выступление на сцене. Естественно, оно связано с переживаниями. Первое выступление когда у вас было на сцене именно? Ну я с 4 класса уже на сцене. Когда в группу начали ходить здесь, ансамбль у нас был, с 4 класса мы уже играли на танцах. Переживали, волнение было? Ну конечно. Ну это зависит. Вас тогда кто-нибудь поддержал из семьи? Приходили на концерт? Конечно. Сестра меня всегда поддерживала. А сейчас, спустя годы, все равно у вас присутствует волнение перед... Да. Да, волнуешься все равно. Да? Ну, ответственность. Перед вами знаменитый Трубадур и его друзья. Со мною выступают с давних пор мои друзья-музыканты, танцоры и певцы. Для вас и так пустяк, для нас и грошь хорош. Если деньги в шляпе, значит дело в шляпе. Начинаем ваше представление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Виктор Полонский в своем коллективе славится тем, что любой инструмент в его руках оживает. Так же получилось и с саксофоном. Раньше вы не играли на саксофоне. Как вы пришли к тому, чтобы играть именно на этом инструменте? Ну, просто в клубе он был у нас. Нашли его на балконе в Станге. Подчинил. А до этого я в армии, когда служил в оркестре, я играл на плавной дитам. А аппликатора одинаковая практически. Что, главное, это что, саксофон. Поэтому мне как-то легко было. Вот лет пять заиграем на саксофоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Доме культуры села Анатырбова все очень ценят Виктора не только как коллегу, но и как человека доброго и отзывчивого, который в любой момент может оказать помощь, говорит заведующая сельского дома культуры Зинаида Олейникова. Знаете, Виктор Половский, наш юбиляр, он работает во Дворце культуры 15 лет. За эти 15 лет этот человек очень много изюминки принес в нашу деятельность, в наши концерты, в наши мероприятия, так как человек, который играет на любом инструменте. Все, что бы не попалось ему в руки, все звучит. Не имея образования музыкального, этот человек снимает все слухом, можно так сказать. Его отец тоже самое, был такой же слухач, так в народе говорят, он играл на баяне, на гармошке. А вот уже сестра Галина Павловна Полонская, она оперная певица в Москве. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но у нас много о ней есть, тоже материала в музее. И я думаю, что вот в такой семье Виктор рос, и он перенял все от своего отца. По характеру Виктор очень доброжелательный, очень покладистый, коммуникабельный человек. У него нет, никогда ты не видишь его злым, каким-то недовольным чем-то. В любой час дня и ночи можно его поднять, и он будет участвовать в любом мероприятии. Не только он играет на саксофоне или на гитаре. Он прекрасно поет. Также сейчас он своими руками хочет создать дома небольшой музей вот этих старинных вещей. Ну там это то ли это жильные машинки, всякая утварь домашняя. Это он именно будет создавать дома такой дворик музейный. Теперь значит он участвует в спектаклях Народного театра муза. И его неоценимая роль как музыкальное оформление тоже без него не обходится. Очень совместная деятельность у него идет с Алексеем Томачевым. Это музыка, песни, именно музыкальное сопровождение какое-то. Они могут играть на гитарах, они могут друг другу подыгрывать. То есть это все идет действительно с таким энтузиазмом, с такой любовью к музыке. Здесь всегда звучит, как он приходит на работу. Мы всегда наслаждаемся вот именно музыкой саксофона. Также Зинаида нам рассказала о том, как проходит работа в коллективе. И какую роль в ней играет наш герой Виктор Полонский. Коллеги, как вы относитесь к работе в коллективе? Как проходит? Ну работа в коллективе не может быть, как сказать, неплодотворной и отрицательной, если всегда люди на позитиве. У нас нет такого, что если что-то в душе, какие-то неприятности, мы не переносим их сюда. Это то же самое у Виктора Полонского. Не все же гладко в жизни. У него тоже не все гладко в жизни. Но вы никогда не увидите это ни в его характере, ни в его отношении к людям. Все это остается дома. Поэтому он очень дружит со всеми людьми, вернее, со всеми членами коллектива. И тем паче вот с библиотекой, школой искусств, наша школа средняя. Я думаю, что все его прекрасно понимают, знают, и он понимает их, если что-то надо. Его юбилею что можете ему пожелать? Ой, вы знаете, он всегда... Как-то был такой случай, когда ему всего исполнялось 38 лет, а он и говорит, ой, да мне всего же 35 сегодня. Ну как 35 лет? 38. Да, ой, а я все... Я думаю, что когда он на своем юбилее будет исполнять за 50 лет, он, конечно, этого еще не ожидает. И хотелось бы пожелать ему, чтобы... Он так и думал, что ему нет 50, и нет там 55, будет 60. Пусть он все время остается в таком же возрасте, в котором хотелось бы ему, в каком возрасте ему душа. А душа у него всегда молодая. Пусть он будет всегда молодым, счастливым и здоровым. Творческих успехов! Эх, по дороге ехали, ехали. Пусть сбились, сбились, и дальше не везет. Не везет, так не везет. Невезучий день. Какой же сейчас день? Уже ночь. Сейчас бы... Колбаску. Нет. Кока-кол. Корочку хлеба бы сейчас. Ой-ой-ой-ой. Что, проголодался? Нет, замерз. Спать хочется. Да, сейчас мы положим один на боковой. Не дозна мне, друзья. Не могу я забыть прекрасную принцессу. Так и стоим перед глазами. Как же нравится. О, вижу этот... Коу... Короч? Нет, нет, нет. Коу... Корон? Да нет. Комара. Вон на милиции. Костер он, видишь. Вон, костер. Ты вправду костер. Молодец. Ура. Мы спасены. Пойдем же быстрее. Подожди. Кто это забрался? А что гадать? Я пойду, да, посмотрим. Иди. О. А вдруг это... Немельники. 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 О, как голдуны. Контрабандисты. Кокнуть могут. Распомники. Мы, в свою очередь, в преддверии юбилея желаем успеха в работе на благо жителей района. Распомники. Распомники. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА